Лучшие программы для очистки компьютера Как пользователь компьютера вы скорее всего столкнетесь с тем или уже столкнулись, что вам потребуется его очистка от различного рода мусора, временных файлов, хвостов, оставленных программами, очистка реестра и другие действия для оптимизации. Есть множество бесплатных программ для очистки компьютера, хороших и не очень. О них и поговорим. Итак, приступим. Бесплатные программы для очистки компьютера от мусора. Если вам никогда не доводилось сталкиваться с такого рода программами и вы с ними не знакомы, то поиск в интернете может дать множество бесполезных, а то и вовсе вредных результатов, которые могут даже прибавить нежелательных вещей на вашем персональном компьютере или ноутбуке. Поэтому лучше знать те программы для очистки и оптимизации, которые успели хорошо себя зарекомендовать у многих пользователей. Я буду рассказывать только о бесплатных программах, но у частей из перечисленных есть также и платные варианты с расширенными функциями, поддержкой пользователей и другими преимуществами. Итак, рассмотрим одну из самых интересных и популярных программ. Она называется C-Cleaner. Программа Periform C-Cleaner – одна из самых известных и популярных инструментов для оптимизации и очистки компьютера широким функционалом. Что она может? Очистка системы в один клик, временные файлы, кэш, корзины, файлы журнала и куки. Сканирование и очистка реестра Windows. Встроенный деинсталлятор, очистка диска, удаление файлов без возможности восстановления, управление программами в автозагрузке. Основные преимущества C-Cleaner, помимо функций по оптимизации системы, это отсутствие рекламы, установки потенциально нежелательных программ, малый размер, понятный и удобный интерфейс, возможность использования портаблей версии без установки на компьютер. На мой взгляд, это одно из лучших и самых оправданных решений для задач очистки Windows. В новых версиях поддерживается удаление стандартных приложений Windows 10 и расширение браузеров. Итак, рассмотрим далее следующую программу, она называется Касперский Клинер. Недавно, буквально в 2016 году, появилась новая программа для очистки компьютера от ненужных и временных файлов, а также для исправления некоторых распространенных проблем Windows 10, 8 и 7. Касперский Клинер. Она одновременно обладает слегка меньшим набором функций, чем C-Cleaner, но большей простотой в использовании для начинающих пользователей. При этом очистка компьютера в программе Касперский Клинер с большой вероятностью никак не навредит системе, в то время как неумелое использование C-Cleaner может и навредить. Подробно о функциях и использовании программы я расскажу вам в следующем нашем видео. Рассмотрим следующую программу Slim Cleaner Free. Slim Cleaner Free представляет собой мощную и отличающуюся от многих других утилиту для очистки и оптимизации компьютера. Основное отличие это использование облачных функций и доступ к своеобразной базе знаний, которая поможет принять решение об удалении того или иного элемента. По умолчанию в главном окне программы вы можете очистить временные и другие ненужные файлы Windows, браузер или реестр, все стандартно. Отличающиеся функции появляются на вкладках оптимизация. Программы и браузеры. Например, при оптимизации вы можете убрать программы из автозагрузки. Если необходимость программы там вызывает сомнения, посмотреть на ее рейтинг, результат проверки несколькими антивирусами. А при нажатии «Дополнительная информация» откроется окно с комментариями других пользователей об этой программе или процессе. Аналогичным образом вы можете получить информацию о расширениях и панелях браузеров, службах Windows или установленных на компьютере программах. Рассмотрим следующую программу. Она называется Clean Master for PC. Эта программа позволяет любому очистить компьютер от различных ненужных файлов и другого мусора в один клик и при этом ничего не испортить. Программа подойдет начинающему пользователю, у которого нет особенных проблем с компьютером, а просто требуется освободить жесткий диск для того, что там действительно не нужно, и при этом быть уверенным, что не будет удалено что-то лишнее и нужное. Об этой программе будет выпущено следующее новое видео с более подробной инструкцией по ее применению. Так, следующая программка. Ashampo WinOptimizer Free. О WinOptimizer Free или о других программах от фирмы Ashampo вы, вероятно, слышали. Данная утилита помогает очистить компьютер от всего того, что уже было описано выше. Ненужные временные файлы, записи в реестре и элементы браузеров. В дополнение к этому есть и отличающиеся функции, самые интересные из которых автоматическое отключение ненужных служб и оптимизация системных настроек Windows. Все эти функции управляемы, то есть если вы считаете, что определенную службу отключать не нужно, можно этого не делать. Помимо этого, в программу включены и дополнительные инструменты для очистки диска, удаление файлов и программ, шифрованных данных. Есть возможность проведения автоматической оптимизации компьютера в один щелчок мыши. Программа удобна и интересна тем, что по некоторым независимым тестам, которые мне удалось найти в интернете, ее использование действительно повышает скорость загрузки и работы компьютера. В то время как от остальных явного эффекта в целом чистом персональном компьютере нет. Итак, рассмотрим еще один маленький интересный вопрос. Другие утилиты Помимо перечисленных выше, есть и другие популярные утилиты для очистки компьютера с хорошей репутацией. Я не буду писать о них подробно, но если вас заинтересует, то можете ознакомиться также со следующими программами. Они есть в бесплатном и платном варианте. Это такие программы, как Comodo System Utilitas, PC Booster, Glary Utilitas и Auslogic Bost Speed. Думаю, на этом список данного вида утилит можно закончить. Итак, переходим к следующему пункту. Этот пункт называется «Очистка от вредоносных и нежелательных программ». Одна из самых частых причин, по которой у пользователей тормозит компьютер или браузер, с трудом запускаете приложение, это вредоносные или просто потенциально нежелательные программы на компьютере. При этом часто вы можете даже и не знать, что они у вас есть. Антивирус их не находит, некоторые из этих программ даже притворяются полезными, хотя по факту полезных функций не выполняют, а лишь замедляют загрузку, показывают рекламу, меняют поиск по умолчанию, системные настройки и тому подобные вещи. Я рекомендую, особенно если вы часто что-либо устанавливаете, пользоваться или использовать качественные средства для поиска таких программ и очистки компьютера от них, особенно если вы решили заняться оптимизацией компьютера. Без этого шага она будет неполной. Ну и последний вопрос нашего видео. Стоит ли устанавливать такие утилиты? Сразу отмечу, что речь идет только об утилитах для очистки компьютера от мусора, а не от нежелательных программ, так как последние бывают действительно полезны. О пользе данного вида программ есть различные мнения, многие из которых сводятся к тому, что ее нет. Независимые тесты, скорость работы, загрузки компьютера и других параметров при использовании различных чистильщиков обычно показывают совсем не тот результат, который демонстрируют на официальных сайтах их разработчики. Они могут не улучшать производительность компьютера, а даже ухудшать ее. Кроме этого, большинство функций, которые действительно способствуют повышению производительности, присутствуют в самой системе Windows. Ровно в том же виде и фрагментация, очистка диска и удаление программ из автозагрузки. Очистка кэша и истории браузера предусмотрены в нем самом, причем можно настроить эту функцию так, чтобы они очищались при каждом выходе из браузера. Очистка кэша, кстати, на обычной системе безъявных проблем делает работу браузеру медленнее, так как сама суть кэша – это ускорение загрузки страниц. Так что здесь надо думать. Мое мнение на сей счет таково. Большинство из этих программ действительно не являются необходимыми, особенно если вы умеете контролировать, что и как происходит у вас в системе. Или хотите этому научиться. Я, например, всегда знаю каждый пункт у себя в автозагрузке и быстро замечаю, есть ли там что-то новое, помню установленные программы и тому подобные вещи. Можно обращаться к ним в конкретных случаях при возникновении проблем, но какая-нибудь регулярная очистка системы не требуется. А с другой стороны, допускаю, что кому-то не нужно и не хочется знать что-то из перечисленного. А хотелось бы просто нажать кнопку, и чтобы все ненужное удалилось. Таким пользователям программы для очистки компьютера пригодятся. К тому же, вышеупомянутые тесты, скорее всего, проводились на компьютере, где нечего чистить. А на рядовом захламленном персональном компьютере результат может быть куда лучше. Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует... Продолжение следует...